Вот же рады представить гостя нашей студии, Островах Вениамин Никора. Доброе утро вам, спасибо большое, что вы с нами. Уже активно проворачиваете, что-то смотрите, ищете? Я повернул именно знак Дева, потому что солнце сейчас ведет по знаку Дева. То есть, я так понимаю, мы с Девы и будем начинать? Все Девы уже к экранам телевизоров? Обычно все астрологи начинают с Овна. Я считаю, что это несправедливо по отношению к знаку Рыбы, потому что они все время получаются последние. А мы начнем с того знака, в котором сегодня Солнце. Итак, Солнце движется по знаку Дева, там же находится Меркурий. Меркурий идет ретроградный, это когда планета идет в обратную сторону. На самом деле она не идет в обратную сторону, это видимое движение. Тем не менее, Девам сегодня и не только сегодня, где-то недельку, они будут слегка, как бы это сказать, притормаживать. Так что, если у вас есть знакомая Дева, у кого есть знакомая Дева, вы на это обращаете внимание. Да. Не всегда будет правильно работать у вас голова. Тем не менее, Луна сегодня движется по Скорпиону и Девам это может прообещать какие-то очень симпатичные личные сюжеты. Даже так. У кого есть намерение там как-то с кем-то встретиться. Особенно с Девами, то можете сегодня им предлагать, потому что они подтормаживают, поэтому им нужна инициатива с вашей стороны. Да. Так, идем дальше. У нас Весы. Весы. Весах сейчас находится Юпитер, он находится на вершине. Посмотри, видишь, такой треугольничек на вершине Юпитера. То есть Весы сейчас еще где-то месяца два будут на достаточно высокой, позитивной волне. Вот что-то интересное в социальном плане у них будет происходить. Ну, какие-то проекты интересные там еще. Сейчас можно планировать и намечать что-то долгосрочное. Скорпион. А в Скорпионе сейчас находится Луна. Скорпионы сейчас вспомнят об основном инстинкте. То есть у них будет вот как-то... Вот им как раз с Девами нужно и встречаться. Все у них будет хорошо. Ну, не только с Девами. Скорпионом очень благоприятно, если уж смотреть по картинке сегодня, то прямо на сегодняшний день очень благоприятно будет пообщаться с близнецами. Вот так даже. Да. Стрелец. В Стрельце вообще интересная позиция. Сейчас там встретились в одной точке Сатурн и Черная Луна. Черная Луна это лилит. Такая, знаете, роковая точка гороскопа. То есть Стрельцы сейчас будут загадочные и загадочные. Мало того, у Стрельцов, если у вас есть желание, вдохновение решить какие-то старые вопросы, которые вот залежались, вот никак не решаются, сегодня, не только сегодня, а где-то примерно 3-4 дня благоприятная возможность их решить. Ну, иногда их будет... Черная Луна провоцирует на всякие такие авантюры, ну... Соглашаться на них? Не желательно. Не стоит, да? Нет, соглашаться, но желательно в рамках законодательства страны. Ну, мы всегда так советуем. Все делайте в рамках законодательства. Козерог. А вот совсем скоро, в начале января, Сатурн входит в знак Козерог. Как совсем скоро для вас растяжимое понятие начало января? Я заранее Козерогам говорю, что два с половиной года после этого у них будет очень фортовый период. Нет, сейчас тоже ничего. Козерогам может дождаться, пока Юпитер выйдет из напряжения. То есть, некоторых Козерогов сейчас немножко вот такая... испытывают турбулентность. В начале октября эта турбулентность закончится, будет пару месяцев хороших, а с начала января будут прекрасные. Два с половиной года. Водолеем... Так что, готовьтесь. Ну, Водолеем я уже говорил, что ближайшие две с половиной тысячи лет им будет вести, потому что эпоха Водолея нынче на январе. Тем не менее, сейчас вот совсем скоро, через пару дней, ретроградный Меркурий вернется в знак Лев и Водолеем создаст оппозицию. Поэтому, Водолеи, не верьте никакой входящей информации. Все нужно перепроверять, потому что иногда у кого-то будет желание обмануть. А там еще и Венера в оппозиции. То есть, да, еще будьте аккуратны с деньгами, потому что Венера у нас такая планета, вот иногда она бывает легкомысленная. Деньги будут уходить или наоборот приходить какие-то черные и темные? Водолеи просто могут там забыть где-то кошелек, там не вытащить карточку из банкомата. То есть, у них будет с финансами вот такая штука, поэтому будьте аккуратны. Рыбы. У рыб прекраснейшая позиция. У них там движется Нептун по их знаку, еще будет долго двигаться лет пять. Но прямо сегодня к этому Нептуну Солнце создает оппозицию. Поэтому я бы рекомендовал рыбам ближайшую неделю-полторы держаться подальше от алкоголя. Ну, не будет, это благоприятно для рыб. Отдыхайте без этого. Да. Овны. А вот этот самый Меркурий, о котором мы говорили, он скоро войдется в Лев, и Овны получат какую-то очень интересную информацию позитивную. То есть, какая-то новость к ним придет классная. Сейчас в Ольве находятся и Марс, и Венера. То есть, мальчик-девочка Марс-Венера. И это очень хорошая позиция для Овнов. Так что, я даже не знаю, у них сейчас должно быть все, ну, очень прекрасно. Какой сегодня гороскоп хороший. Если Овна хотят идти в ЗАГС, то вот именно на этой позиции самое новое. На этой неделе? Или лучше в этот день уже? Ну, в этот день нет, чуть похоже. Где-то неделька пройдет, когда Венера перестанет. Ну, как раз есть время приготовиться. Кольца купить, там еще что-то. Телец. А вот тельцам я бы порекомендовал сегодня включить такую штуку, как умеренность. Потому что она идет в оппозиции к знаку телец. Тельцов всех, все вокруг будут раздражать тельцом. Ну, эмоции будут. И, кстати, тельцам не рекомендуется вот сегодня, как минимум сегодня, никакие молочные продукты. Обязательно случится что-то вот не тот звук. Прямо как по мне писано, я телец, мне вообще молочные не особо рекомендуется. И, друзья, всех прошу не раздражайте. И тельцов всех тоже. Ну да, тельцы сегодня такие немножко взрывоопасные. Поэтому, кто хочет проблему, поругайтесь с тельцами. Я готов. Подходите ко мне, я как телец вам это все организую. Близнецы. Близнецы. Ну, такой сложенький знак близнецы. У нас они такие все вот загадочные. Я тут недавно для того, чтобы понять, как устроены близнецы, сходил в аэротрубу. То есть, а вот стихия воздуха, да, я так подумал, да, вот близнецы всегда так живут, представляешь. То есть, они все время в потоке информации. Но у них сейчас по ихнему знаку идет белая луна. То есть, они сейчас имеют некое такое покровительство сверху. Сегодня у них более-менее завтра луна перейдет в знак стрелец. Это будет оппозиция к близнецам. То есть, завтра, послезавтра их немножко будет вот трусить. Как сегодня тельцов. Завтра так будет у близнецов. Рак. Ну, движение луны очень значимо для знака рак, поскольку луна управитель этого знака. Сегодня луна идет по Скорпиону. Поэтому раки, если у вас есть какие-то тайные интересные желания, сегодня самое время их осуществить. Включая желания личного плана. Ну, луна по Скорпиону идет. Скорпион это у нас такой... В общем... Отвечающий за эти моменты, да? Именно, за это он и отвечает, да. И именно это сегодня очень хорошо к знаку рак. Так что, желаю вам удачи. Как вы это, если повалене, пусть вам повезет в любви. Повезет в любви. И не только в любви, но и в нормальном сексе. Лев. А вот львы, примерно как тельцы, только немножко хуже. У нас в Скорпионе создает им такое вот напряжение. Ну, ничего страшного. Он буквально доветит, что это напряжение продлится. Зато завтра, когда луна перейдет стрелец, у вас будут прекрасные два с половиной дня. Угу. В целом, картинка вот такая. Я хочу сказать, что весьма-таки позитивная картинка для всех знаков зодиака все-таки будет позитив. Ну, кроме льва и тельца. Ну, да. Нас сегодня чуть потрясет и еще несколько дней. Ну, я надеюсь, что все стабилизируется. Буквально до вечера. До вечера. Тем более. Один день так мы выдержим. Потом от луна и Скорпиона перейдет стрелец и будет вам счастье. Но уже другим знаком будет уже трусить их. Так что, друзья, как видите, трусить кого-то это должно. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Рассказали гороскоп персонали для каждого знака зодиака. Друзья, напоминаю еще раз, что каждую пятницу есть возможность у вас смотреть нашу постоянную рубрику «Гороскоп от Вениамина Никоры». Поэтому смотрите «Новый день». Если пропустили какой-то выпуск, заходите на канал в YouTube. Вам спасибо. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова